День добрый, друзья! Я Владимир Олеников, и мы продолжаем наше с вами общение. Сегодня замечательный день, 9 мая, День Победы, и я поздравляю и себя, и вас всех с этим великим днём, с этим потрясающим праздником, потому что, по моему убеждению, во всей мировой истории не было более значительного, более важного события. И я должен сказать, что я всю свою жизнь испытываю некую такую неловкость, что ли, по отношению к этому поколению ветеранов, людей, которые спасли мир, по сути. Я понимаю, что такое, или, по крайней мере, пытаюсь понять, что такое война по рассказам, по книгам, по рассказам очевидцев, со многими из которых я общался. Я понимаю, что когда человек попадает в такую ситуацию, и благополучно, или более-менее благополучно из неё выходит, то есть остаётся в живых, уже вся остальная жизнь соизмеряется, сколько бы ни прошло лет, десятки лет, всё равно это соизмеряется с тем, что было тогда. Пусть он даже недолго был на войне, но это такая концентрация всех человеческих эмоций, усилий, проявлений самых ярких человеческих качеств, что появляется абсолютно другая точка отсчёта. И вся дальнейшая жизнь соизмеряется вот с этим, может быть, и недолгим периодом. Я, по-моему, как ты рассказывал, я провёл всего-навсего, всего-навсего трое суток около Белого дома в 91-м году. Но для меня это тоже была маленькая такая война, которая осталась на всю жизнь. Я видел, как люди прощали жизни. Моя мама много мне рассказывала, она была 18 лет, она поехала добровольцем на Испанскую войну в 38-м году. И рассказывала мне, как люди умирали на её глазах и так далее. Она не была на Великой Отечественной, поскольку она была ленинградка, и её эвакуировали из Ленинграда. И она не была на Великой Отечественной войне, но об Испанской войне рассказывала мне очень много. А на Великой Отечественной погиб её первый муж, потому что с моим отцом они познакомились уже позднее, после войны. Ну, рассказов очень много, и все вы их знаете и слышали. Бабушка моей жены, например, Анна Михайловна, она после войны очень долго искала своего мужа, который прошёл всю войну и не могла его найти, он пропал без вести. И вот она упорно и упорно ездила по госпиталям, и в какой-то момент друг его нашла после долгих месяцев поисков. Она таки его нашла, он был инвалид, с изувеченной ногой, еле двигался и не хотел возвращаться. Он считал, что он будет ей обузой, и она привезла его домой, и фактически благодаря ей он опять вернулся к жизни. И эта история, и много других историй, они настолько были для меня важны, и интересно, что я всю жизнь, повторяю, испытывал некое вот такое обязательство, что ли, по отношению ко всем этим замечательным людям. И в конце концов, опять-таки, может быть, благодаря моей жене и её вот такому постоянному тоже интересу к этой теме, я написал книгу в прошлом году, она вышла. Я, по-моему, уже как-то рассказывал просто сегодня, наверное, уместно о ней ещё раз упомянуть, поскольку эта книга о войне, это роман, который называется «Звезда упала». Он вышел в издательство АСТ, я повторяю, в прошлом году, и я там затрагиваю тему, которая, мне кажется, почему-то была как-то обведена в нашем искусстве, в литературе, в кино. Об этом практически никто не рассказывал, не писал, не снимал. Я имею в виду жизнь людей во время оккупации в тылу. И большинство произведений искусства созданных у нас говорят о том, что происходило на фронте. Ну, это понятно, потому что там, повторяю, были невероятные проявления героизма, и всё стало очень выпукло, да, вот, всё очень концентрируется в такие моменты. А в тылу почему-то это всё вот такая пустующая ниша, мне кажется. И я попытался её хоть чуть-чуть запомнить, потому что в оккупации, в тылу происходили порой не менее драматические события. И люди проявляли не меньшее мужество, чем на передовой и на фронте. По-другому, но не меньшее. И мне показалось очень важным отдать долг вот этим людям. Поэтому этот мой роман «Звезда упала», он посвящён вот этим людям, там в основе две судьбы, два женских характера. Надя и Вера, и две такие, в общем, поразительные женщины. Это чисто, как мне кажется, русские характеры, и то, и другое. Ну, не буду вам подробно рассказывать, может быть, вы всё-таки прочтёте. И для меня это очень важная работа. Естественно, у меня написан сценарий на основе этой книги, который я очень надеюсь рано или поздно поставить в кино. Но, повторяю, мне кажется, это очень важно. И важно и для меня лично, вот как бы, повторяю, я хотел бы отдать свой долг по отношению к этому поразительному поколению, которое одержало победу, несмотря ни на что. Потому что, вот сколько я разговаривал с ветеранами, как правило, все они говорят одно и то же. Армия была очень плохо оснащена, совершенно вот даже рядом нельзя было поставить, так сказать, технические всякие возможности и так далее. И тем не менее победа была одержана, благодаря, прежде всего, человеческому, человеческим качествам людей, которые сражались за эту победу. Поэтому, повторяю, я бы очень хотел, чтобы эта картина была сделана, и я мог бы, так сказать, выдохнуть, что вот этот свой долг по отношению к этим людям я отдал. Ну, по крайней мере, вот, мне бы так, мне бы, я бы очень этого хотел. Так что еще раз всех вас поздравляю с этим великим днем. И дай Бог нашим ветеранам прожить как можно дольше, и хоть как-то получать удовольствие от этой жизни. Потому что в течение долгих лет эти победители почему-то оказались в совершенно другом качестве. Я знаю массу историй, как героические совершенно командиры и просто солдаты оказались в положении людей никому не нужных, нищих, в ужасных ситуациях. Поэтому я бы очень хотел, чтобы хотя бы вот эту, к сожалению, последнюю часть жизни они бы прожили благополучие и довольствие. Спасибо. До следующего раза. Спасибо. Спасибо.